Цель устойчивого развития Декларации 2000 года, в которой были провозглашены цели развития тысячелетия, а это своего рода родители нынешних ЦУР. А история ЦУР началась намного раньше. Перенесем в начало 90-х годов и посмотрим, каким было сотрудничество в области развития в те времена. Только что пала Берлинская стена, и после падения Берлинской стены надо было найти новое обоснование официальной помощи развитию. Дело в том, что в протяжении всего периода Холодной войны эта помощь была нацелена на так называемое сдерживание СССР, которое осуществляли страны Запада. И вот пала Берлинская стена, и отпала необходимость подкупать дружесные режимы, которые сдерживали продвижение коммунизма. И тогда официальная помощь развитию практически прекратилась. И начали искать новые цели, которые не сводились бы только лишь к международной солидарности, а именно этим руководствовалась сотрудничество в области развития. Именно тогда в Организации экономического сотрудничества и развития ОСР начали искать способы мобилизовать правительство и общественное мнение, чтобы доказать, что эта помощь не только имеет моральное, духовное или социальное значение, но и очень эффективно и полезно. Именно тогда в ОСР, которая в то время вдохновлялась деятельностью агентства с шармейшеном развитию, появилась идея о новых вариантах официальной помощи развитию на пороге 21-го столетия. Именно тогда был подготовлен доклад в 1996 году, где был представлен целый ряд показателей, и это назвали цель развития тысячелетия, позже на Генеральной Ассамблее ООН. В течение этого периода ООН пытается мобилизовать международную общественность на развитие. В ОСР родилась мысль, которая казалась всем интересной и богатой, и вот генеральный секретарь ООН решил эту идею взять на вооружение, сделать ее всемирной, на благо всей планеты. Именно тогда, благодаря той работе, которая была поддержана в Генеральном секретаре ООН, на Генеральной Ассамблее 2000 года была провозглашена декларация тысячелетия, в которой были представлены не только шесть целей, подготовленных Комитетом развития ОСР, ну и две дополнительных цели на базе партнерства и инклюзивного роста, которые назвали цель развития тысячелетия. Начиналось все это относительно скромно. Эта декларация была чисто политическим актом и не имела никакой обязывающей силы. И поначалу это был чисто технократический такой подход, занимались им агентства, которые занимались развитием. Нужно было определить потребности развивающихся стран и финансировать эти потребности за счет усилий промышленно развитых стран. Чуть позже, в 2003 году, Джеффри Сакс подготовил доклад о финансировании официальной помощи развитию, в котором говорилось о том, какие усилия должно принять мировое общество, чтобы поддержать эти цели. И вот тут-то все и началось. Мировое общественное мнение неправистные организации заинтересовались этими целями, поскольку тут вырисовывался пленный консенсус в отношении того, в каком направлении необходимо продвигаться для того, чтобы добиться результата в области развития, построить общество, которое будет более справедливым, более устойчивым. И вот тогда вот эти слова справедливости, устойчивости стали все чаще и чаще звучать в официальных речах. Говорили об этом и правительства, в частности, правительства развивающихся стран. Для них это была возможность заставить кредиторов действовать для того, чтобы достичь целей развития тысячелетия, поскольку эти цели развития тысячелетия заслужили того, чтобы их финансировали. И постепенно и правительство, и гражданское общество, и агентство по развитию начали говорить об этих ЦРТ. По мере того, как проходили годы, это движение набирало обороты, и после 2060 года возник вопрос, получат ли цели развития тысячелетия дальнейшее развитие, дальнейшее продолжение. А если получат, то какое? Тогда генеральный секретарь ООН провозгласил создание дискуссионной группы, которой предстояло обдумать повестку дня развития после 2015 года. И три бывших президента республики продумали этот вопрос, и после широких консультаций с гражданским обществом, с экспертами по развитию, это была большая работа, в конечном итоге опубликовал новый доклад, в котором рекомендовалось принять целый ряд новых мер в продолжении цели развития тысячелетия. Вот так вот и появились цели устойчивого развития, которые сокращенно называют ЦУР. А позже они были утверждены на Генеральной Ассамблее ООН. О чем же говорится в этом докладе? О том, что нужно эти цели принимать не только для развивающихся стран, но и для всей планеты. И у богатых стран, и у бедных стран есть свои проблемы. Проблемы глобальные. Есть нищета местная, глобальная. И нужно все эти проблемы решать одновременно. Именно тогда международные организации поняли, что главная движущая сила социального прогресса, экологического прогресса, это не перечисление финансовых средств из государственных или частных источников, а экономический рост. И именно тогда стали говорить о росте во имя искоренения бедности. Причем все это должно было делаться инклюзивно, на базе перераспределения, на базе устойчивости такого роста. С 2000 года, об этом говорили еще, с саммита, который имел место в Рио-де-Жанейро, именно тогда вопросы биоразнообразия, экологические вопросы стали в самом центре социально-экономической повестки Дня планеты. В этом докладе говорится также о правильных формах управления. Как нужно жить в мире после падения берлинской стены? В мире, где будут говорить свободно о правах человека, об общественных свободах, несмотря на то, что в этом мире еще были тоталитарные режимы и авторитарные режимы. И вот в генеральном секретаре ООН начали эти вопросы обсуждать и по истечении с каких лет был подготовлен доклад и выработался достаточно широкий консенсус и в обществе, и среди правительств. Были сформированы какие-то общие цели для нашей планеты. Какой мы хотим, видим нашу планету где-то в 2030 году, если мы хотим, чтобы мир был лучше, чтобы не было в нем нищеты. И тогда родился в 2013 году лозунг «Никто не должен остаться на обочине» ни в промышленно развитых странах, ни в бедных странах. После многочисленных переговоров родились эти самые цели устойчивого развития, о которых столько говорят, и которые стали практически обязательными для всего мирового сообщества, для всех государств, для всего частного и публично-правового сектора. По сравнению с целями развития тысячелетия, это смена парадигмы. Речь идет не о преусплении финансовых средств, а об экономическом росте. Причем не только об экономическом росте, но и об экологии, в котором должны участвовать все, в том числе и представители гражданского общества, на базе солидарности. Но две темы остались пока что за бортом. Прежде всего, такая тема, как культура. О ней практически не говорили в международных масштабах. Очевидно, это будет предметом следующего цикла переговоров. И вопрос о общественных свободах. Потому что, когда говорят о государственных институтах, говорят о праве, а не о правах человека. Не говорят о правах граждан, не говорят о правах природы. Почему? Потому что целый ряд режимов, которые являются довольно мощными на Генеральной Ассамблею, выступают против этого. И вот за последние 25-30 лет самое главное заключается в том, что возникло желание преобразовать нашу планету, найти какие-то новые пути для развития. В частности, в конце 2010 года в Европейском Союзе, в ООН. Было какое-то единение и международный консенсус вокруг тех политических или экологических вопросов, которые необходимо было решать. В результате были заключены Парижские соглашения по климату. То есть ощущалась всеобщая решимость преобразовать нашу планету так, чтобы на этой планете всем было хорошо жить в мире, в условиях свободы и просветания. В этом году в Пае, в свободе и в безопасности. Субтитры создавал DimaTorzok